МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спящая красавица может проснуться. Скала, нависающая над Гунибом, представляет опасность. Местные жители бьют тревогу. Добро должно быть с быстрыми ногами. Фонд Инсан начал работу по ремонту домов, которые пострадали при недавнем взрыве в пригороде Махачкалы. В погоне за ветром в Дагестане впервые прошел чемпион. Компионат по парусно-гребному спорту. Подробнее в спортивном блоке. Долги по зарплате в Дагестане вновь выросли. За месяц задолженность по оплате труда в республике увеличилась на 4 миллиона рублей. Денежные средства не выплачены более 4 тысяч сотрудникам. В текущем году итоговая задолженность по заработной плате составляет порядка 66 миллионов рублей. Общественность Гуниба снова бьет тревогу. Скала с символичным названием «Спящая красавица» скоро может проснуться. Обвал огромной глыбы, свисающей над селом, по словам местных жителей, приведет к разрушению значительной части аула и человеческим жертвам. Какие меры необходимы, чтобы избежать трагедии, узнавала Тамара Самедова. Гуниб становится опасным. Скала, нависающая над живописным селом, давно не природная достопримечательность. Она несет угрозу не только для туристов, но и для местных жителей, которые, впрочем, уже устали говорить о проблеме. К сожалению, в очень плачевном положении находится гора, много туристов. И если, не дай бог, что-то произойдет, риск есть, что могут быть много пострадавших. Трещина в скале увеличивается из года в год. Несколько лет назад здесь проводили научные исследования. Они и подтвердили, что скальные породы действительно неустойчивы. Обрушение может произойти при любых техногенных катастрофах, принося вред всем домам и инфраструктуре внизу. Землетрясения, ливень и сели. При любых природных катаклизмах риск обвала только растет. Да и в целом мелкие камнепады тут явление нередкое. В моем быту лично приезжали где-то четыре раза комиссиями живые домосновения. Просто основная проблема в чем идет? Просто у нас затягивается этот вопрос. Надеемся, что высшестоящие инстанции решат этот вопрос. Особо не будет затягиваться, потому что люди, в принципе, каждый день в любом совещании будет или сход к гражданам будет. Первый очередной вопрос бывает у них по этому проблемному участку. Внизу дома, школа и единственная дорога вселения. Кроме того, по этому пути проезжают более сотни туристов, чтобы посетить природный парк. Впрочем, опасность ситуации здесь осознают все, в том числе ответственные структуры и представители власти. Провели инструментальное обследование, разработали проектно-смертную документацию по укреплению скалы. Сейчас документы находятся на стадии получения заключения экспертизы, после чего будут начаты и проведены дальнейшие работы по обследованию этой скалы. Однако кардинальных мер пока не предпринято, а люди каждый день живут в страхе, что однажды спящая красавица проснется и принесет им много бед. Тамара Самедова, Лориана Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Гунипский район. Цивильный отдых на берегу Каспийского моря. В селе Крайновка Кизлярского района открылся новый пляж. Здесь возведены основные объекты для комфортного туризма и досуга. Более ста шезлонгов, стандартные соломенные зонты, бунгало, кабины для переодевания, душевые и раздельные санузлы. В следующем году планируется дальнейшее благоустройство территории, строительство пирса и расширение зоны для аквапарка. Фонд Инсан начал работу по ремонту домов, которые пострадали при недавнем взрыве в пригороде Махачкалы. Сотрудники благотворительной организации и одной из строительных компаний провели совместный осмотр жилых зданий. В настоящий момент составлена смета и выделена сумма для реконструкции нескольких домов. Одни из пострадавших – Юсуп с супругой. В момент трагедии их, к счастью, не оказалось дома. Однако в результате происшествия жилье семьи теперь в полуразрушенном состоянии. С хозяйкой ушли мы к сыну в гости. Баракала, вашему инспектору, который пришел со мной, посидел, поговорил, пообщался, что вы отозвались, сами пришли ко мне. Баракала вам большое. Благодаря Аллаху мы все, иншаллах, все сделаем. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению. Отремонтированные дома будут завершены и сданы в короткие сроки. Напоминаю, благотворительный фонд «Инсант» продолжает принимать заявления от пострадавших при пожаре в пригороде Махачкалы. Накануне Дагестан покинул проповедник Хабиб Хусейн Астакав. Перед вылетом прошла встреча с дагестанскими богословами и общественными деятелями из разных городов и районов республики. Это было завершающее его приезд мероприятие, в ходе которого он оставил много наставлений и выразил желание вернуться в Дагестан еще раз. Есть удивительные слова пророка Мухаммада, мир ему и благословение, про категории людей, которые будут под тенью Гарша. Это те, которые встретились и полюбили друг друга ради довольства Аллаха. Такие люди, даже расставшись, связь между ними не прекращается. Нет разницы, где бы мы ни находились, наши сердца вместе. Правда ведь? Мы прощаемся сейчас. Но если слово прощение прочитать наоборот, то переводится как возвращение. То есть, если мы прощаемся с вами, значит мы еще вернемся друг к другу. Иншаллах я вернусь сюда. Я не могу передать словами, как я благодарен шейху Ахмаду Афанди и его муридам. Я много путешествую по миру, но Дагестан отличается от всех мест на земле. В Дагестане впервые прошел чемпионат по парусному и грибному спорту. Мероприятие было посвящено к столетию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова. Самому маленькому участнику соревнований было всего 8 лет, а самому старшему 56. Все победители и призеры награждены грамотами и медалями. Желаю вам всем удачи. Также хочу поблагодарить директора федерации КАСПИ, также федерацию данного вида спорта Магедамина Гаджиева. Это новый вид спорта, мы знаем, его сложно развивать, но это история и стоит этого. Три тренировки в день настроят только на победу. В Эсбербаше проходят совместные сборы юных бойцов из разных уголков республики. К новому сезону готовятся около 100 спортсменов. Гостей из города Дагогни, села Гурбуки и столичного поселка Новый Хушет принял у себя местный филиал клуба Universal Fighters. Интенсивные тренировки будут проходить две недели. Наставники уверены, что за это время ребята смогут увеличить свои навыки, а также укрепят дружеские отношения. Собираем ребят, чтобы ребята дружились друг с другом, делились опытом, помогали друг другу. И мы, как тренера, уважая свой труд, уважая своих ребят, вот так собираемся и делаем ребят сплоченнее. Здесь шикарные условия. Нам тренер доставил все возможности, чтобы как-то развиться физически, морально, набраться опыта. Здесь спарринг-партнеры, все дружелюбные, делимся опытом. Мы что-то даем свое, с Махачкалами, они нам свое дают. Основная часть спортсменов готовится к первенству России по грэпплингу. Занятия проходят как в зале, так и на берегу моря. В ходе тренировок команда также проводит товарищеские спарринги. Условия сборов очень неплохие, жилье, питание трехразовое, плюс там полдники, еще йогурт и все такое. И тренировки проводим на берегу, утреннюю, обеденную тренировку, вечернюю обязательно проводим с нашим коллегой Атайом, с его командой. Работа на грушах, спарринге. В ходе учебно-тренировочных сборов для детей также включили духовно-нравственную программу. С наподствием на одном из занятий к ним обратился председатель Совета имамов из Бирбаша Абдулла Салимов. Вы пример для многих ребят. Будьте осторожны, будьте аккуратны. В отношении взрослых людей, трениров, будьте уважительны. За вами наблюдают, повторяют это все. Смотрите на ваши поступки, работайте над этим. Что я сделал за весь день, как я себя веду. Интересно, от меня вообще страдают ребята. Вот об этом надо думать. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши новости также и в социальных сетях. Приятных выходных, хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова